Привет, друзья! Оля Полякова – известная украинская исполнительница, получившая огромную популярность в России и Белоруссии. Суперблондинка, поющая в стиле супер-поп, с юмором говорит о себе певица. А поклонники окрестили артистку украинской леди Гагой. Простые тексты песен и незамысловатые мелодии, экстравагантные концертные костюмы с кучей поэток, страз, латекса и золота. Мужчин покорили сексуальные наряды певицы, детей – яркие необычные костюмы и впечатляющие спецэффекты. Молодежь, веселые заводные песни, под которые можно потанцевать, ну и, конечно, каждая из женщин в зале узнает себя в песнях о страстной любви, горьких расставаниях и об отношениях между матерью и дочкой. Она не гонится за модными тенденциями, но, тем не менее, ее любят. Немногие селебрити могут похвастаться крепким и счастливым браком длиной более 17 лет. Украинской певице, телеведущей и поп-диве Оле Поляковой в этом плане повезло. Об этом, в том числе, мы и решили вам рассказать. Но для начала подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайк. А мы расскажем, как живет Оля Полякова и сколько она зарабатывает. Оля родилась 17 января 1979 года в украинском городе Виннице. Ее родители учились в местном медицинском институте, там же и познакомились. Между студентами сразу завязались романтические отношения, которые, к сожалению, продлились недолго. После окончания учебы мать девочки решила посвятить себя медицине и трудилась врачом-педиатром. А вот отец работать по профессии не стал и подался в музыканты. Его частые и длительные разъезды послужили главной причиной их расставания. Первые два года жизни будущей знаменитости прошли в Украинской республике. А потом Оля вместе с матерью и уже появившимся на тот момент отчимом, переехала на Кубу. Именно между «Островом свободы» и СССР налаживал отношения, занимавшей должность советского дипломата отчим девочки. Среди его приятелей были даже такие известные личности, как Фидель Кастро и Пабло Эскобар. Однако через несколько лет семья вернулась на родину. Здесь Оля идет не только в общеобразовательную школу, но и в музыкальную по классу фортепиано. В школьные годы девочка впервые попробовала себя в роли телеактрисы. Она снялась в нескольких сериях детского юмористического киножурнала «Яролаш». Следующей ступенью на пути к будущей славе стало Винницкое музыкальное училище культуры и искусств, которое Полякова окончила с отличием по классу хорового дирижирования. Уже тогда она почувствовала желание стать певицей, поэтому дальше решила изучать эстрадный вокал. Поступила в Киевский национальный университет культуры и параллельно посещала занятия в Киевской консерватории. Получила диплом оперной исполнительницы, но на этом не остановилась. Девушка продолжила совершенствовать свои певческие способности, беря частные уроки у преподавателя вокала. Благодаря собственному упорству и настойчивости, сейчас звезда обладает голосом, диапазон которого составляет практически четыре октавы. Кроме того, в это же время эффектная и длинноногая девушка пробует свои силы еще и на подиуме. Она снимается в фотосессиях для различных агентств и участвует в модных показах. Стоит отметить, что внешние данные певицы поистине модельные. При росте 180 см длина ее ног составляет 126 см. В музыкальном сообществе Оля заявила о себе в 2000 году, когда выпустила свой дебютный альбом «Приходи ко мне», состоящий из 11 композиций. Тогда же по телевидению был показан первый клип певицы, на песню «Так не бывает». Однако особой популярности среди зрителей он не получил. Какое-то время артистка вновь посвятила модельному бизнесу, подписала выгодный контракт с международным агентством «Мэдисон» и отправилась завоевывать Францию. После Парижа Полякова очутилась в Москве, где и познакомилась с Денисом Клявером, участником группы «Чай вдвоем». В результате этого знакомства вышел трек под названием «Обними меня» – совместное детище исполнителей. Продюсер Юрий Барыбин подкорректировал сценический образ певицы и привнес в него кукольные нотки. Платья в стиле «Бэби-долл» стали отличительной чертой ее имиджа. Супер-блондинкой Полякова стала в 2008 году. Тогда она порадовала своих поклонников выходом «Макси-сингла» и шоу-программы с одноименным названием. После презентации клипа на песню «Супер-блондинка» это прозвище стало для певицы нарицательным. А уже через год в образе исполнительницы появилась ее главная и самая узнаваемая фишка – кокошник. Впервые артистка предстала в этом старинном головном уборе перед зрителями в клипе на песню «Russian Style». В последующем для выступлений Оли Поляковой дизайнеры создавали уникальные кокошники, украшенные стразами, цветами, кристаллами, перьями и другими креативными элементами. Были среди них и весьма увесистые экземпляры. Вес некоторых моделей достигал 17 килограммов. Полякова регулярно наполняет авторским контентом и свой канал на YouTube. Рубрика «Поля видения» и шутливое веб-шоу «В осаду ли в огороде», посвященное сельским будням, очень полюбились ее фанатам. С удовольствием зрители смотрят и кулинарные ролики певицы, в которых она делится рецептами и демонстрирует свое мастерство в приготовлении различных блюд. Свою личную жизнь, в которой напрочь отсутствуют привычные для звезд шоу-бизнеса громкие скандалы, интриги и разоблачения, певица старается максимально скрыть от чужих глаз. Супруг и по совместительству продюсер-исполнительницы Вадим Поляков стал для нее опорой, поддержкой и настоящей каменной стеной. Вадим довольно спокойный и уравновешенный мужчина, не любит шумихи вокруг своей семьи, является непубличным человеком. На момент знакомства Вадим был преуспевающим, состоятельным бизнесменом, а Ольга только начинала свой творческий путь в качестве певицы. Впервые супруги встретились в 2003 году на дне рождения Вадима. Когда они познакомились, певице было немного больше 20 лет, а бизнесмену уже далеко за 30. На вечеринке, посвященной дню рождения Вадима, Поля выступала в заблазнительном розовом платье на фоне багрового заката. Мужчина не смог устоять перед красотой и обаянием молодой певицы. Вадим позже признался. «Это была любовь с первого взгляда. Мое сердце пронзил Кубидон стрелой вмиг». Первое время исполнительница не строила никаких планов в отношении нового ухажера. Длительное время они просто общались и дружили, встречались в компании, ходили в кафе. Так продолжалось 8 месяцев, пока Вадим не решился признаться блондинке в своих чувствах. На тот момент будущий муж Оли находился в отношениях с другой женщиной. Они не состояли в браке и не имели общих детей. Певица была категорична. «Либо у нас все серьезно, либо ничего не будет, потому что несерьезные отношения меня не интересуют». У Оли тоже в то время был молодой человек. В результате Вадим расстался с бывшей избранницей, а поп-дива бросила своего бойфренда. Отношения быстро перешли на новый уровень. Бизнесмен купил квартиру, куда и переехали влюбленные. Оля и Вадим узаконили отношения спустя год после знакомства. Торжество состоялось 11 сентября 2004 года. Оля всегда мечтала о пышной и современной свадьбе. Избранник решил осуществить мечту невесты. К алтарю Полякова пошла в роскошном платье персикового цвета от известного модельера Юдашкина. «У меня был дамский сад, бог, люцифер, ангелы, торт в виде яблока». А еще на каждом столе стояло дерево-искуситель и цветы. Поделилась подробностями торжества певица. 2 марта 2005 года супруги впервые стали родителями. На свет появилась маленькая Маша. Певица почувствовала ответственность не только за себя, а еще и за малышку. Она даже отказалась от езды за рулем. Первое время Полякова никого не подпускала к девочке, оберегала ее, превратилась в бешеную маму. Так продолжалось несколько лет. В один момент Полякова вспомнила о своей карьере, вернулась к бурной творческой деятельности. 5 октября 2011 года семья пополнилась еще одной малышкой. Вторую дочку назвали Алисой. После вторых родов Полякова быстро вернулась к работе. Когда Алисе не было и двух месяцев, Оля ввела церемонию «Самые красивые» от журнала «Виво» вместе с популярным шоуменом Иваном Уркантом. Дети Оли Поляковой растут в любви. Родители стараются дать им самое лучшее. Не исключено, что девочки также решат пойти по стопам матери. Выберут карьеру певиц или моделей. Полякова регулярно выкладывает в сеть снимки со своими девочками. Она очень гордится ими и не сомневается, что дочек ждет большое будущее. Оля не только красавица с космически длинными ногами, осиной талией и сексуальными формами. Эта женщина еще и сама дома строит и за хозяйством присматривает. Несколько лет назад суперблондинка начала превращать загородный домик в семейную крепость. Теперь у нее не жилье, а настоящий дворец. На большой зеленой территории у звезды есть собственный бассейн, выход к озеру с пирсом, роскошные клумбы с розами и другими цветами, теплицы, конюшни и хлев для коз. Но главная жемчужина – дом с красивой террасой, стаметровым погребом, в котором Полякова выдерживает сыры собственного производства. Артист уровня Оли Поляковой зарабатывает в год около 1 миллиона 200 тысяч, 1 миллиона 300 тысяч долларов. Частное выступление певицы стоит 20-30 тысяч долларов. На новогоднем корпоративе Оля не работает меньше чем за 30 тысяч евро. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!